Друзья, всем привет, вы на канале Необъяснимая, с вами Дмитрий. Сегодня я как всегда покажу вам самые страшные и жуткие видео, которые испугают даже скептиков. Если готовы, тогда погнали. Друзья, важно, не забывайте потратить немножко времени и подписаться на Мурутуб канал, на котором я буду публиковать и публикую эксклюзивный контент, которого здесь нет. Ссылку на Мурутуб канал вы найдёте в описании под этим роликом с самой первой строкой. А следующий короткий клим был загружен в инстаграм пользователем параноиднормал и сразу погружает нас в экшен. Давайте посмотрим. Сейчас чуть больше 23.00. В этом доме происходит что-то довольно дикое. Ручка двери агрессивно дёргается вверх-вниз. Ящики-тумбочки начинают также двигаться туда-сюда. Ужасно, но по ту сторону двери, как видите, никого нет. За стеклом вы не видите никаких силуэтов. Многие комментаторы этого клипа были обеспокоены безопасностью автора и предлагали ему убраться оттуда как можно быстрее. К сожалению, клип слишком короткий, чтобы точно знать, что же здесь происходит. Также неизвестно, где он и когда был снят. Так что если не появится больше информации, этот причудливый маленький клип останется загадкой. Неизвестно, где и когда был снят этот следующий ролик. Но ясно только одно, что человек, который держит камеру, заметил что-то странное в ночном небе. Видео было загружено пользователем инстаграма Юнанцвет Юниверс. Давайте-ка посмотрим. Как видите, в небе парит пульсирующий шар света. Что бы это ни было, проплывающие облака его скрывают. Естественно, многие люди говорили, что это не более чем избранный фрагмент компьютерной графики. Однако были и те, что заявили, что не так давно они видели что-то подобное. Оно парило в небе около их домов. Многие заметили, что это может быть примером проекта Blue Beam, маргинальной теории заговора. Она была популяризирована журналистом Сержем Монастом. В 1994 году Монаст опубликовал статью, в которой предложил, что НАСА и Организация Объединённых Наций создают новый мировой впорядок вместе с Антихристом в качестве его подставного лица. Монаст утверждает, что они откроют ложное Второе Пришествие Христа, используя передовые голографические технологии. Итак, друзья, спрашиваю вас, что вы думаете по поводу этого ролика. Это компьютерная графика или Второе Пришествие Христа? Или же что-то совсем другое? Представьте на минуту, если вы увидели что-то, что просто перевернёт ваше мировоззрение. Вы будете прежним. В 2008 году в учреждении по уходу за престарелыми, известном как Хортон Холл, произошли довольно загадочные события. Дом престарелых работает в историческом здании в Устере, Англия. И неожиданно там начали происходить очень странные вещи. Персоналы-жильцы начали жаловаться на то, что в ночное время по коридорам там бродит кошка. Мяуканье, а также царапанье можно было услышать в любое время ночи. Сбитый с толку смотритель обыскал дом, но не нашёл никаких следов присутствия кошки. Но звуки остались, несмотря ни на что. В конце концов, учреждение установило камеру в главном холле, чтобы попытаться поймать хоть какое-то изображение или видео предполагаемого животного из семейства кошачьих. И вот кадры, которые они сняли. Как могли видеть, мимо камеры проходит призрачный год. В ночь, когда были сняты эти кадры, жительница по имени Марта Малдред Джонс, которая уже была 99 лет, скончалась во сне. В молодые годы Джонс задержала приют для кошек и просто обожала их. И как ни странно, смотрите, заявил, что с той ночи больше не было сообщений о кошачьих звуках. И естественно, много зрителей в комментариях сочли эту историю фейком. Но большинство все-таки посчитали ее подлинной и сказали, что дух кошки провел Джонс на тот свет. И так как вы считаете, эта история о привидениях создана для того, чтобы немного развлечься, или мы являемся свидетелями настоящей паранормальной активности, дайте мне знать, что вы думаете, напишите свои мысли в комментариях. Это заключительное жуткое видеоклассическое наблюдение за призраком, который скрывается в глубинах интернета уже более 16 лет. Ролик был загружен на YouTube-канал Dark Element TV. В июле 2006 года семья, живущая недалеко от старого и печально известного Дадли Тауна, что в Коннектикуте неоднократно замечала странную призрачную фигуру, которая кралась в лесу за их домом. В течение многих лет этот район был наполнен паранормальными рассказами, колдовство, убийства и демонические ритуалы. Семья была знакома с легендами, поэтому у них была на готове камера. Затем 17 июня они заметили что-то движущееся в лесу, и вот что они сняли на свою камеру. Сначала мы слышим панику в мужском голосе, когда он звонит кому-то по телефону. Затем он выходит наружу, и это происходит. Сначала это может быть трудно разглядеть, но если мы увеличим яркость изображения и немножко его замедлим, то вы сможете увидеть темную фигуру, которая движется между деревьями. Расположенный к югу от Корноулского моста в Коннектикуте, Данли Таун – загадка, которая годами интриговала про психологов, а также историков и просто искателей любопытных вещей. Данли Тауну приписывают многочисленные странные события, в том числе наблюдения за призраками, загадочные смерти и пропажи людей, а также жуткое проклятие, которое переместилось через море из Англии вместе с семьёй Дадли. Дадли Таун был впервые заселён Томасом Гриффитсом в 1740 году, тогда как гидом Дадли прибыл примерно в 1753. Он купил землю Гриффитса, и вскоре прибыли другие члены семьи Дадли. Согласно легенде, проклятие Дадли исходит из предка семьи. Эдмон Дадли был обезглавлен в 1510 году за заговор против короля Генриха VII. В нём говорилось, что в то время на семью Дадли было наложено проклятие. Якобы от этого проклятия члены семьи и потомки не испытывали ничего, кроме ужаса, боли и смерти. Неожиданно семья начала испытывать жёсткую полосу неудач. Проклятие, оказалось, действовало в Дадли Тауне. Несколько человек, живших в городе Дадли, сошли с ума, в том числе один из братьев Дадли. Сообщается также, что в 1872 году женщина повесилась, утверждая, что перед смертью у неё были видения демонов. Другие события, произошедшие в Дадли Тауне, включают мужчину, который разбился насмерть во время возведения сарая, удар молнии, убивший ещё одну женщину в Дадли Тауне, а также исчезновение двух детей, играющих в лесу. В конце концов, Дадли Таун стал городом-призраком, но примерно в 1900 году доктор Уильям Кларк купил эту землю для того, чтобы построить там летний дом. Однажды на выходных, когда он отдыхал там с женой, доктора Кларка вызвали, а его жена осталась там одна. Вернувшись через пару дней, он обнаружил, что его жена сошла с ума. Она болтала о пугающих существах, которые вышли на неё из леса, чтобы напасть. К сожалению, она тоже скоро закончила свою жизнь. Сегодня эта земля находится в частной собственности, и важно, что местные правоохранительные органы внимательно следят за ней. Тем не менее, некоторым исследователям паранормальных явлений удалось получить доступ к этой земле, и были сделаны много сообщений о жутких происшествиях, странные тени, звуки, бестелесные голосов, летающие шары, холодные точки и другие необычные вещи. В 1970-х знаменитые исследователи паранормальных явлений Уоррены объявили, что лес, окружающий Дадли Таун, одержимый самыми страшными демонами. Итак, эти кадры – проблеск того, что на самом деле скрывается в лесу недалеко от Дадли Тауна или что-то другое. Посмотрите ещё раз и судите сами. Друзья, это была первая часть видео. Вторую часть смотрите по ссылке в описании с самой первой строкой. Продолжение следует...